Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Выбирая между семейным или частным детским садом, группой кратковременного пребывания или обычным садиком, заранее узнаете как можно больше о каждом варианте. Позвоните в несколько детских садов, спросите, можно ли провести у них в группе около часа. Обратите внимание на то, была ли у вас возможность во время визита поговорить с заведующим учреждением и задать ему несколько вопросов. Вот именно для этого я и пригласила сегодня гостя в студии Ирина Владимировна Бурцева, заведующая детским садом комбинированного вида номер один городского округа Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Ирина Владимировна, говорят, что в образовании случайных людей не бывает. Скажите, пожалуйста, что вас привело в эту профессию? Ну, вы абсолютно правы. В профессии образования случайных людей нет. Абсолютно понятно, что с самого раннего детства, это, конечно, детские мечты, это игры, все было связано у меня с образованием. Я прошла все ступеньки в образовании, начиная со школы, работая пионер-важатой, заканчивая заместителем директора по воспитательной работе, работая в министерстве. Когда предложили стать заведующим детским садом, с удовольствием согласилась, потому что детские мечты, это надо воплощать. Детский сад комбинированного вида номер один. Давайте разъясните, пожалуйста, что это за понятие комбинированного вида, ну и номер один. Значит, номер один во всем приходится соответствовать. Да, наш детский сад необычный. Наш детский сад комбинированного вида, потому что в нем присутствуют группы разных направленностей. Это общеразвивающие группы и группы компенсирующие направленности. Это группы ТНР и ОНР, группы детей психического развития и группы детей с недоразвитием речи. Ну, номер один, название символичное, конечно, оно досталось абсолютно случайным, но мы любим эту цифру и между собой называем по-доброму, по-хорошему наш детский сад первый. Сколько деток сейчас в детском саду? И прошу рассказать, конечно, о воспитателях, о педагогическом составе. Как выбирают профессию и как становятся вот именно воспитателями с большой буквы? Мы говорим сейчас о вашем детском саде. Если говорить о нашем детском саде, то детский сад номер один, это самый большой детский сад городского округа Самары и, наверное, Самарской области. У нас порядка 2000 детей, у нас 300 сотрудников, ну и порядка 4000 родителей. Все мы живем в больших трех корпусах детского сада, у нас 55 групп детей в отличие от других детских садов. Поэтому вот такой большой дружный коллектив. Конечно, воспитателей очень много. У нас порядка 170 воспитателей и других педагогических работников. Все эти люди абсолютно не случайны. Все они пришли в профессию для того, чтобы... Чтобы воспитывать детей. Чтобы воспитывать детей, да. Чтобы любить, наверное, в первую очередь. Конечно. Без любви в детском коллективе, в детском саду быть не может. Невозможно работать. Невозможно работать. Скажите, а в чем сейчас заключается работа заведующей? Это чисто такая руководящая, управленческая работа? Либо вы тоже в творческом процессе, в воспитательном процессе? Вы помогаете воспитателям или просто общаетесь с родителями? Вот расскажите о своем рабочем дне. Рабочий день заведующая? Ну, конечно же. Современный руководитель – это менеджмент. Это тот человек, который работает не только с воспитателями, не только с родителями. Конечно, мы очень часто приходим в группы, смотрим за образовательным процессом и должны находиться в этом процессе, чтобы понимать, чего не хватает, что изменить в своей работе. Конечно, я в творческом процессе. И этим лучше всего больше нравится заниматься. Ну, тогда расскажите, как сегодня организован процесс пребывания детей в вашем саду. Это стандартно, как у всех расписание, либо что-то особенно индивидуальное есть? Нет, абсолютно понятно, что детский сад – это режимный объект, конечно. Утром мы принимаем детей, организуем питание. Абсолютно понятно, что мы организуем сон детей. Но без непосредственно образовательной деятельности в детском саду не обойтись. У нас есть занятия, у нас есть игровая деятельность, у нас есть самостоятельная деятельность детей. Поэтому жизнь в детском саде интересна. С какого возраста вы принимаете детей в свой детский сад? Ну и все-таки несколько ценных советов родителям. Когда стоит обеспокоиться, если они хотят привезти свое чадо именно в первый детский сад? Именно в первый детский сад и во все детские сады города желательно беспокоиться с первого дня рождения. Нужно пойти в МФЦ и встать на очередь. Как во все детские сады городского округа. Наш детский сад принимает детей, возраст детей от двух лет. Так, то есть это ясли еще, да? Ясли, да. У нас есть ясли, ясельные группы. И пребывание ребенка до семи лет происходит в детском саду. Поэтому в соответствии с очередью ребенок попадает в наш детский сад. Достижение возраста. Да. А если очень хочется попасть, а вакантных мест нет, есть ли какие-то варианты? Либо точно все по закону? У нас в соответствии с законодательством, да, ребенок попадает в соответствии с комплектованием, которое происходит в детском саду. Хорошо. Присматривает ли за группой детей один и тот же воспитатель? Вот если мы сейчас говорим о ясельной группе, он же и меняет детям памперсы, и укладывает спать, и кормит. Вот как распределены в вашем ведущем детском саду обязанности? В каждой группе есть два воспитателя. Однозначно два воспитателя. И в каждой группе обязательно есть помощник воспитателя, либо младший воспитатель. Если в одной из групп есть дети с ограниченными возможностями здоровья, и у них есть заключение по МПК, в котором прописано сопровождение ребенка либо тьютером, либо ассистентом, то к этому ребенку в течение дня обязательно присутствует ассистент или тьютер. Поэтому в группе ежедневно находятся два воспитателя, помощник и при надобности ассистент. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, сколько детей приходится на одного воспитателя в вашем саду? Ну, в среднем на одного воспитателя в течение дня это 15-20 детей присутствует в группе. Ну, когда проходят сезонные заболевания, конечно, их становится меньше, но традиционно это порядка 15-20 детей в течение дня. Я не могу не задать вам вопрос. Как-то ситуация с коронавирусной инфекцией сказалась на работе вашего учреждения? На работе нашего учреждения, оно сказалось только в одном случае. Мы неукоснительно соблюдаем нормы САНПИНА. А так мы работаем практически в штатном режиме. У нас только в период нерабочих дней, когда они были объявлены, детский сад работал в режиме дежурной группы. Все нормы САНПИНА соблюдаются. Это вот одно такое неукоснительное правило, которое сейчас действует во всех учреждениях городского округа, что в общеобразовательных, что в детских садах. Нормы САНПИНА соблюдаются для воспитателей, преподавателей, либо и деток также, но ведь сложно маленьких, мотивировать мыть часто руки. Вот как вы с этим обыграли? Однозначно. Мы моем и часто руки, и в режимных моментах мы моем руки. Но соблюдение норм САНПИНА, конечно, в первую очередь касается взрослых. Это воспитатели масочный режим соблюдают, сотрудники детского сада. Абсолютно все посетители. Мы просим родителей обязательно соблюдать масочный режим в детском саду. Какие еще такие новшества, которые появились? У нас бесконечно работают трициркуляторы. Они работают в групповых ячейках, они работают в музыкальных, физкультурных залах. Они работают даже на пищеблоках в течение всего дня. Конечно же, бесконечные влажные уборки. Конечно, мы ограничиваем проведение массовых мероприятий в детском саду. И в летнее время на прогулочных площадках тоже придется обработка теневых навесов всех прогулочных зон. Как до прогулки, так и после прогулки воспитанников. Хорошо. Давайте поговорим о немаловажном аспекте в детском саду. Это вопрос питания. Скажите, как он у вас организован и по какому принципу определяются подрядчики? У вас привозят, либо готовят в вашем саду. Как вы, завидующая, относитесь к этому вопросу? Да, вопрос питания сейчас очень актуален. И в нашем детском саду организовано четырехразовое питание воспитанников. Завтрак, обед, полдник и ужин. Это однозначно. Мы находимся на организации питания. Нас обслуживает компания, которая здесь же, на наших пищеблоках, организует питание воспитанников. К контролю питания мы относимся очень серьезно. На протяжении уже трех лет в нашем детском саду ведется брокеражная комиссия даже из числа родительских комитетов. Мы с удовольствием приглашаем родителей посмотреть, как организовано питание воспитанников в детском саду. Они принимают участие в части даже пробы пищи. Ну, а мне кажется, самые главные участники этого процесса – это дети непосредственно. Я вот помню свои, когда приходили, спрашиваю, как готовят вкусно в садике. А если, ведь, ребенка не обманешь, если что-то не нравится, ну, всегда родителям придет и скажет. Однозначно, да. Наши дети приходят, с удовольствием рассказывают, чем сегодня нас кормили. Запеканки, щи, вкусные котлеты. Как всегда, в детский сад самые вкусные. Хорошо. Давайте поговорим о культурном досуге. Скажите, пожалуйста, какое внимание вы уделяете этому аспекту воспитания детей? Культурный досуг в детском саду организован в соответствии с образовательной программой, которая есть в каждом детском саду. И как основная образовательная программа в каждом детском саду существует, так и с 2021 года мы организуем культурный досуг в соответствии с программой воспитания. Она так и называется. Которая включает в себя проведение различных традиционных мероприятий. Традиционные мероприятия всегда есть в детском саду. и проведение различного рода утренников, новогодние, 8 марта, 23-е. У нас есть такие традиционные мероприятия, которые свойственны только для наших детского сада. Пожалуйста, расскажите. Да, это день рождения детского сада, мы его очень любим. 7 лет назад организовался наш первый детский сад, и эту дату мы все храним и помним, всегда ее отмечаем. Традиционные мероприятия, такие как празднование Дня Победы для наших детей, тоже являются очень символичным праздником, и для нашего микрорайона в том числе. Да. Скажите мне, пожалуйста, Ирина Владимировна, а какие новшества сейчас существуют в целом, если говорить о развитии дошкольного образования? Ну, дошкольное образование, так же, как и вообще образование, стремительно развивается. Поэтому детский сад тоже новшества не обошли стороной. Можно сказать о том, что одно из таких вот новшеств – это цифровизация образовательного учреждения, дошкольного образования. Так же, как и школьники, мы уже используем интерактивные доски, цифровое оборудование. Наши специалисты, наши воспитатели находились в доступе, и в период нерабочих дней, когда родители сидели вместе с детьми дома, но мы не прекращали свою работу, дистанционно тоже проводили и занятия, проводили мероприятия, проводили консультации для родителей. Новшества касаются, конечно, и инновационных программ, которые существуют в детском саду. Это программы по робототехнике и лего-конструированию. Наши малыши уже с раннего детства занимаются вот такой интересной творческой работой. Но что касается, конечно же, и того, что наши воспитанники и наши родители участвуют в социальных акциях, чего раньше не было. Мы собираем макулатуру, мы собираем и участвуем в акции «Добрые крышечки», мы сажаем деревья, мы раздаем георгиевские ленточки. Поэтому такие новшества, конечно же, не обошлись стороной детские сады. Ну что же, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Желаю вам успехов, процветания и дальше оставаться номером один. Миссия, конечно, серьезная. Поддерживайте ее и далее. Спасибо. Ну а сейчас мы посмотрим небольшой сюжет и продолжим нашу программу. На входе обязательный контроль температуры и обработка рук антисептиком. Для родителей, которые приводят малышей, предусмотрены одноразовые бахилы и маски. Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в детский сад номер 97, чтобы посмотреть, как соблюдают санитарные нормы и исполняют противоэпидемические меры. Сейчас проводится проверка плановая всех действующих санитарных правил, которые распространяются на общеобразовательные организации, в том числе санитарные правила по ковид. То есть с того момента, как мы начали жить с ковидом, мы в том числе во время плановых проверок проверяем действующие санитарные правила по ковид. Проверка начинается с пищеблока. Все сотрудники готовят еду с использованием средств защиты. В доступных местах находятся дезинфицирующие средства. На рабочих столах чистота и порядок. Журнал учеток контроля температуры также в наличии. На входе в раздевалку детей встречает воспитатель. В его обязанности входит фиксация в журнале температуры тела каждого ребенка. Родителям разрешают помочь детям только переодеться. Внутрь помещения группы их не пускают. Подобные меры уже давно перестали смущать пап и мам, отмечает Наталья Лазарева. Говорит, что обеими руками за безопасность. Мы все прекрасно понимаем, сейчас такое время, поэтому проблем нет. Я говорю, что мы уже просто привыкли давно, но так с прошлого года. В настоящий момент в этом саду организовано 17 дежурных групп, которые работают по обычному графику. Из 530 детей в дошкольное учреждение ходит только половина. Как отметила заведующая Евгения Нилова, ограничений на посещение никаких нет. Если родители заявляют о необходимости в дежурной группе, то ребенку предоставляется место. С нашей стороны, соответственно, мы организуем все комфортные условия для наших родителей и для воспитанников. Объединять группы мы, естественно, в дежурном формате не будем. Создадим условия так, чтобы ребенок в дежурной группе ходил к своему воспитателю. По результатам проверки сотрудники Роспотребнадзора не выявили нарушений. Все работники сада прошли вакцинацию против коронавируса. Образовательный процесс идет в соответствии с графиком. Режим дня соблюдается. Детский сад Детский сад – важнейший этап в жизни каждого ребенка. Здесь дети получают первые навыки общения, учатся взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, узнают много нового и готовятся к школе. Несомненно, с приходом коронавируса условия работы педагогов усложнились, а дети так и остались детьми, любознательными непоседами. Как живет и развивается детский сад комбинированного вида номер 188 городского округа Самара, я узнаю у ее заведующей Марины Викторовны Завьяловой. Здравствуйте. Добрый день. Ну, а первый мой вопрос, наверное, традиционный. Я у вашей коллеги спрашивала, как начался ваш путь в профессию и как давно вы работаете заведующей? Ну, как это банально не звучит, это моя детская мечта. Я помню своего первого воспитателя, это Галина Викторовна, ну, которая, наверное, и привела мне любовь к этой профессии. И в дальнейшем все сочинения в школе на тему о том, кем ты хочешь быть, это, конечно, были о профессии воспитателя. И, ну, действительно, профессия педагога, она особенная. И в эту профессию идут совершенно не случайные люди. Во-первых, это любовь к детям. Это ты должен отдавать всю душу этой работе для того, чтобы дать детям те необходимые навыки, способствовать их всестороннему развитию, такому как физическое развитие, социально-коммуникативное и познавательное. Сколько лет работаете заведующей? Уже более 20 лет. Но ведь какими качествами должен обладать заведующий? Вот здесь, с высоты своего опыта, скажите, пожалуйста. Заведующий должен быть? Ну, да, заведующий должен быть целеустремленным. Заведующий должен уметь ставить цели и задачи и стимулировать коллектив на то, чтобы совместно достигать этих целей для общего дела, то есть для развития, опять-таки, наших воспитанников. Но ведь согласитесь, когда вы пришли работать в сад в должности заведующей, вот вы сказали, больше 20 лет назад, все равно, наверное, работа была другая. Сейчас заведующий – это больше менеджер, управленец. Остается ли сейчас у вас время на творчество? Конечно, безусловно, потому что без этого в детском саду работать нельзя. Каждое утро начинается с обхода групп. Естественно, это обязательно нужно поздороваться со всеми малышами. Когда ты знаешь каждое имя, знаешь, как зовут родителей, знаешь про их семью, все. И когда детки к тебе утром бегут и обнимаются, это, ну, я считаю, это счастье. Расскажите, пожалуйста, на вашем дошкольном учреждении, что оно из себя сегодня представляет? Сколько деток, ну и каков педагогический состав воспитателей? На сегодняшний день у нас в учреждении работает 12 групп. Из них 8 групп общеразвивающей направленности и 4 группы компенсирующей направленности. Немножко, наверное, расскажу о них. Одна группа компенсирующей направленности – это для детей с тяжелыми нарушениями речи, потому что сейчас, к сожалению, тенденция такая, что у многих деток наблюдаются дефекты речи. И, конечно, акцент в работе этой группы делается на то, чтобы корректировать эти дефекты речи и обогащать словарный запас. Также у нас работает логопункт, где также проводится работа с детками с нарушениями речи. Здесь акцент делается на деток более старшего возраста, которым скоро идти в школу, и на воспитанников, у которых есть заключение по МПК, но они посещают группу общеразвивающей направленности. Еще у нас есть 3 группы для детей с расстройством аутистического спектра. Здесь, конечно, очень большая работа наших специалистов, таких как педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов. Главная задача состоит в том, чтобы детям привить социально-бытовые навыки, коммуникативные навыки и навыки самообслуживания. Вот это, в общем, о нашем учреждении. Ну, хорошо. Речевая проблема, к сожалению, очень актуальна для детей. Как вы совершенно верно заметили, работа проводится, работа проводится большая. Но скажите, пожалуйста, результат есть? Конечно. Эти детки у нас из группы с тяжелыми нарушениями речи идут в школу с нормой, в класс с нормой. Как вы считаете, какую вообще роль играет детский сад в жизни ребенка? Очень важную роль, неоценимую роль играет детский сад в жизни ребенка. Конечно, присмотр и уход тоже важны в детском саду. Но главной нашей задачей является всестороннее развитие, гармоничное развитие ребенка. Я еще раз повторюсь, это и физическое развитие, и социально-коммуникативное развитие, и познавательное развитие. Это главная задача наша. Ну, педагоги и воспитатели, все разные, в общем-то, как и все люди. Есть добрые, есть строгие. Скажите, а какие воспитатели работают у вас? Охарактеризуйте вот ваших воспитателей. Наши специалисты, это педагоги, это вообще команда единомышленников, у которых общие цели, общие задачи, которые мы совместно решаем. И они все у нас высококвалифицированные, все с высшим образованием, и очень много лет уже проработавших в дошкольном учреждении. Как вы считаете, вот насколько усложнилась работа ваша в связи с коронавирусом и вообще с общей ситуацией? Сказать, что эта ситуация для нас новая, нельзя, потому что и ранее в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ был особый режим. Это также утренний фильтр, это термометрия, но воспитанников. Сейчас просто мы дополнили меры по профилактике инфекции. Это термометрия всех посетителей, начиная от воспитанников и всеми, кто посещает детский сад в течение дня. Это обработка рук, это, естественно, масочный режим, обеззараживание воздуха рециркуляторами, которых у нас в достаточном количестве существует. Хорошо. А давайте поговорим про культурный досуг и про игровой досуг. Это разные, конечно же, вещи, но, тем не менее, вот в вашем саду какая роль отведена игре? Игра – это самое главное в жизни дошкольника. Дошкольник познает мир именно в игре. Никакие занятия строгие, сидя за партами, не принесут такого результата, как принесет игра. Ведь дети то, что видят вокруг, они переносят все это в игру. Они пользуются предметами-заместителями, они изучают профессии в игре, они изучают, ну… Жизнь. Да, правильно, правильно. Жизнь. Только в игре, в мини. Культурные мероприятия. Понятно, что есть стандартный Новый год, 8 марта, осень, День Победы. Перечислять очень много можно. Но, может быть, есть какие-то мероприятия, которые проводите вы и ваши педагоги, особенные, отличительные от других? Мы проводим такие акции, и у нас есть проекты. Например, если это зима, покорми птиц зимой. Есть конкурс тематический, совместно с родителями дети изготавливают кормушки к зиме. И детки с удовольствием, выйдя на прогулку, берут с собой семечки для того, чтобы покормить птичек и понаблюдать за их поведением. Также проводятся акции «Помоги другу в приюте», то есть когда собираются корма для животных и передаются в приют. Ну, вот это самые такие основные акции, которые мы проводим. Ну, жизнь в детском саду невозможна, конечно, без участия родителей. Скажите, пожалуйста, ощущаете ли вы их поддержку? Конечно. Без родителей детскому саду, без их поддержки было бы очень сложно. Но для того, чтобы сделать их своими партнерами, союзниками и помощниками, мы с первых дней вовлекаем их в жизнь детского сада. Это совместная организация и просмотры различных развлечений, праздников и также вот этих совместных акций с родителями. Это участие в конкурсах тематических. Например, если взять сейчас в преддверии Нового года, у нас проводится конкурс поделок и рисунков совместных детей с родителями. И, конечно, то, что приносят, какие поделки приносят дети с родителями, это всегда восхищает и завораживает. Настолько они креативны. Марина Викторовна, если все-таки говорить о новшествах в дошкольном образовании, что бы вы выделили в главное? Ну, сейчас, наверное, особое внимание уделяется дистанционным формам обучения и цифровизации в образовании. Например, в нашем детском саду используются такие КТ-технологии, как организация и проведение виртуальных экскурсий, это мультстудия, кораблик, это различные мероприятия с родителями через мессенджеры, что довольно-таки удобно, потому что не всегда родители могут присутствовать. Ну, вот раньше до пандемии могли присутствовать, а сейчас дистанционный формат, он, в принципе, упрощает эти мероприятия и происходит очень быстрый обмен информацией. Ну, вот, кстати, к слову об обмене информации. Общаетесь ли вы со своими коллегами-завидующими? Берете ли опыт других детских садов? Либо ваш опыт распространяется на сады другие? И вот расскажите о взаимодействии между педагогической системой дошкольного образования. Общаемся, конечно, с коллегами, перенимаем опыт, но и также мы сами участники инновационных площадок как в городе, так и в области. У нас на базе нашего детского сада организована региональная опорная площадка по познавательному развитию, опорная площадка по работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Также у нас работает городская стажировочная площадка по обеспечению инклюзивного образования и площадка по наставничеству. Ну и, наверное, достаточно часто ваши коллеги, воспитатели посещают различные мастер-классы, повышают квалификацию, проходят обучение. И вот насколько, скажите, это важно в образовательном процессе, в обучающем процессе для деток? Ну, конечно, педагоги без повышения квалификации работать, наверное, им было бы сложно, потому что мир не стоит на месте, и каждый раз что-то новое происходит в нашем мире. И, конечно, сейчас все курсы проходят в дистанционном формате, и также и наши педагоги, когда проводят курсы, так как они у нас достаточно квалифицированы, тоже в дистанционном формате, и это общение с коллегами из других детских садов и по области, оно дает свой результат, и, конечно, это отражается на нашей работе только положительно. Ну что же, спасибо вам большое, благодарю вас за интервью, но хочу предоставить вам заключительное слово. Скоро Новый год, будет очень много мероприятий в садах, не можем сейчас сказать, да, в каком формате они будут проходить, с родителями или без, но тем не менее, для детей будет праздник, а это, наверное, самое главное. Так вот, что бы вы хотели пожелать детям, коллегам и родителям? Ну, уважаемые зрители, в преддверии Нового года, конечно же, в наше непростое время хотелось бы пожелать всем здоровья, пожелать в Новом году исполнения желаний, пожелать счастья деткам тоже. Самое главное, быть здоровыми и радовать нас, родителей. Ну и, конечно, с удовольствием ходить в детский сад. Это точно. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok